Ну что ж, всем привет, с вами Найт, и сегодня на повестке дня у нас Ridge Racer Unbounded. Если бы не один из моих прекрасных подписчиков, что упомянул сие творения игровой индустрии в комментариях под видосом про SplitSecond, я о ней, быть может, никогда бы в своей жизни и не узнал. Но случилось обратное, посему это видео и существует. Что ж там в том комментарии было сказано такого, что сподвигло потратить меня мои кровно и потно заработанные вечно деревянные. А сказано там было следующее. Дружище, есть игра по типу SplitSecond, но называется Ridge Racer Unbounded. Вроде так. Там тоже и взрывы, и динамическая камера. Видимо, он имел ввиду это, ну, весьма динамично, да. Дрифт и разрушение. Запиши как-нибудь про неё видео. Там две части, поиграй в первую, мне она больше зашла. Погодите. Две части? Ну, тут несколько вариантов. Я либо слепой, либо тупой, либо меня хотят наебать. Если серьёзно, судя по тому, что я нарыл в интернете, Ridge Racer Unbounded есть лишь в единственном экземпляре. Ridge Racer Unbounded 2 не существует. Эта серия игр, кстати, на моё удивление, уже достаточно пожилая. Первая игра вышла, судя по данным углеродного анализа, примерно в период раннего архея. Ну, если быть точнее, в 93-м году на аркадном автомате Namco System 22. А наша сегодняшняя забава аж 20-я по счёту из 22 игр в целом. Последние две, к слову, вышли только на мобилке. Но вернёмся к объекту сегодняшнего препарирования. Ridge Racer Unbounded вышла весной 2012 года, и при первом рассмотрении уж очень сильно напоминает Split Second, которая вышла двумя годами ранее в 2010-м. И ситуация получилась прямо как в меме. Эй, дай списать! Ладно, списывай, только своими словами, чтобы не спалили. И вот тут двоякая ситуевина получается. Это как бы и так, и не так одновременно. Видно, что издатель в лице Намка дал трудягам из Багбир ТЗ примерно от следующего содержания. Помните, короче, выходила игра такая, как её там, Split Second, точно. Вот, хотим что-то такое же, короче, но своё и подешевле. Мы, знаете ли, не Дисней с его бесконечными миллиардами денег. Но Багбир взяли и сделали. Видно, что они следовали ТЗ от издателя, но при этом у игры есть какая-то своя особая самость, что ли. Охренеть, я слово вспомнил. Самость. Я тебя немного отвлеку и прорекламирую свой телеграм-канал, где я делюсь своими мыслями насчёт игр, фильмов и просто что-то говорю. А когда наберётся 50 подписчиков, разыграю ключик на Helldivers 2. А также залетай на мой бусте, туда я выкладываю ролики раньше, чем на YouTube. А, ну и на Twitch заходи. Все ссылки в описании, конец рекламы и поехали дальше. Звуковое сопровождение в открывающем ролике такое, будто мы сейчас будем не на машинках рассекать улицы города, а вести расследование массового убийства. Следом, некая вуман по имени Карашиндо под эпичную музыку на фоне наспех сделанного мультика вводит игрока в курс дела. Рассказывает, что творится в городе. Но это вообще по ходу игры нам никак не пригодится, так что дружно забиваем болт. Так вот, она говорит, что мы Unbounded и намекает на мультиплеер, которого нет. Он мёртв. Скончался буквально при рождении. Стало быть, какая у нас тут цель? Но смотри, есть такой город Shattered Bay, что приводится как Разрушенный залив. Очень поэтично согласен. Этот город поделён на 9 районов, которые игроку предстоит захватить, чтобы в результате стать королём улиц. Дэм, неплохая перспектива, я уже в предвкушении. Все районы, к слову, поделены на 7 разных районов. Кроме одного, в одном их 8 почему-то. Итак, начинаем захватывать первый район. Всё начинается с заезда в режиме Гонка за господство. Смотри, вся соль этого режима в том, чтобы как можно чаще влетать в повороты боком, что в свою очередь ускоряет пополнение шкалы Нитро, который даёт тебе возможность дезинтегрировать соперников, что выглядит, должен признать, очень даже сексуально. И открывать для себя новые срезки путём смены планировки городских построек. Я так понял, под динамической камерой мой многоуважаемый подписчик всё же имел в виду именно это. Что ж, выглядит хоть и эффектно, признаю, но для 2012 года уже как-то, ну, не камильфо. Я понимаю, что игра выходила на третью плойку, ящик 360, да, но для ПК Боярта можно ж было сержанта графуни и повысить немного. Но погоди, я ещё не договорил про первый режим. Шкалу Нитро также можно пополнять, избивая, например, бетонные отбойники, или как это называется. При этом снос всяких столбов или колонн в счёт не берётся. Ну, путём слипстрима, кстати, Нитро тоже можно набирать. Интересно, что срезки открывать может только игрок. Боты про эту фишку, видимо, не в курсе. Дальше у нас идёт дрифт. И вот тут всё одновременно и хорошо, и плохо. Сначала про положительную сторону. Сам дрифт в игре приятный, добротный такой, по-хорошему аркадный. К нему нужно будет немного привыкнуть, но в целом это прям неплохо, моё увлажнение. Угол при заносе нужно прям-таки контролить. Если немного перегнёшь, тачку просто развернёт. Не хватает, конечно, Нитро, чтобы скорости подбавлять при скольжении, как в какой-нибудь срёж, но это уже мелочи. За дрифт игре точно плюсик. Да и в целом, забегая вперёд, скажу, что физика управления корытами тут хорошая. Не бесит, но и восторга особого не вызывает. Я бы скольжение на поворотах немного убавил, разве что. Все тачки рулятся практически одинаково, с какими-то незначительными отличиями. Следующий заезд проходит в режиме Шиндо. Эм, ну, наверное, это как-то связано с карой Шиндо. Тянкой, которая вещала нам в самом начале, но об этом нигде не говорится. А, впрочем, кому ни похуй. Короче, это просто обычная гонка, без возможности делать срезки и производить акт ультра-насилия над соперниками. Мне стало интересно, что слово Шиндо вообще значит, и нашёл следующее. Шиндо — это система упражнений, основанная на древних японских традициях, предназначенная для растяжки и релаксации. Не, ну, в этом режиме я и правда в основном проходил заезды на предельном Чили. Зная, что никто из соперников меня точно не бортанют, и я не улечу в ближайшую стену. Какая ж гоночная игра, да без заездов на время-то. Гонок со временем в нашей игруле два вида. В первом тебе предстоит за отведённое время добраться до финиша, попутно собирая бонусы, которые на пару секунд останавливают таймер. Собственно, этот заезд на время мы впервые и встречаем при прохождении первого района. Снова забегая немного вперёд, в других дистриктах будут встречаться и обычные заезды на время, без бонусов, но с полицией. Которая, по идее, должна тебе мешать, но на деле эти болванчики просто едут рядом, иногда слегка подталкивая тебя. Мне даже стало интересно, что будет, если я остановлюсь. Ничего. Ничего не будет. Они просто поедут дальше. Слишком много хочешь, Найт, слишком много хочешь. Ну и завершающий заезд первого района — гонка на уничтожение. Примерно как-то вот так видят Евротрак Симулятор 2 мои друзья, когда мы пытаемся играть вместе. Прикольный режим, чем-то напоминает охоту из Бернаут Парадайз. Только вот соперники тебя тут уничтожить не могут. Соперники в этой игре вообще мало что могут. Где-то ты будешь уничтожать болванчиков на обычной машине, где-то на полицейской. И играется оно все одинаково весело. Ты, мой дорогой зритель, должно быть уже обратил внимание на то, что пейзаж на протяжении всего видео во время гонок не особо менялся. Ну, наверное, это просто все футажи, записанные в одном районе. Нет, в этом-то и проблема. Игра поделена на 9 районов, но на деле ты всегда катаешься среди 4-5 однотипных декораций. И единственное, что отличает эти районы друг от друга, это либо время суток, либо ты просто едешь в обратную сторону по той же улице, по которой ехал пару гонок назад. Единственный раз, ты слышишь, единственный раз, когда я во время прохождения игры подумал, оу, это что-то новенькое, было когда во время прохождения последнего района я увидел это. Все, больше ничего плюс-минус похожего не было ни разу. И еще эти странные блики на всех маломальски блестящих поверхностях смотрятся так, будто во время разработки игры в студию к разрабам на минутку забежал сам Джей Джей Абрамс. Что ж, ладно, хорошо, однообразие я простить могу. Для игр от Багбир это вообще в порядке вещей, но вот сейчас приготовьтесь. Гринд. В этой игре тебе, мой милый зритель, придется жестко гриндить. Эта игра станет твоей второй работой. Даже если во время прохождения одного из районов ты пройдешь первые несколько гонок на все три звезды, следующий заезд не факт, что откроется. Для этого тебе нужно будет по нескольку раз проходить одни и те же гонки, раз за разом пытаясь заработать нужное количество очков. И самое тупое в этом то, что по какой-то никому неведомой причине, очки, которые нужны для открытия следующей гонки, тебе могут не засчитать. А могут и засчитать. А может пошел ты? Я так и не понял, как это работает. Поэтому просто много-много раз проходил все открытые в районе гонки, наивно надеясь, что вот сейчас-то мне точно засчитают очки. Фух. Ах да, как же я мог забыть про музыку. В видосе про сплит-секонд я жаловался на то, что музыка там слишком дефолтная и ничем не выделяющаяся. Да и вообще там буквально один трек на всю игру. Даже лицензированных песен нет. Что ж, в Ridge Racer Unbounded лицензионные треки имеются. Но единственное, что там действительно выделяется, это парочка треков с Крилекса. Ну, вы знаете, это 2012-й. Остальная же музыка, это типичнейшие драм-н-бэйс треки, которые есть по ГОСТу буквально в каждой гоночной игре. И еще тут есть редактор карт. На минут 20 его хватит, так, чисто подурачиться, не более. При мертвом онлайне от этого редактора толку мало. Так как же играется Ridge Racer Unbounded в этом году? Чисто геймплейно, неплохо. Не вау, ну и не фу, знаете ли. Но по большому счету максимальный проходняк. Поиграйте лучше в сплит-секонд. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...